Друзья, всех приветствую на заключительной торговой сессии этой недели. Мы снова на финансовых рынках и продолжаем говорить о ключевых, фундаментальных событиях, которые влияют на динамику финансовых активов. Не забывайте подписываться на наш канал и маркет, оставляйте ваши вопросы в секции с комментариями и не забывайте ставить лайки. Ну что ж, к содержанию экономического календаря. Сегодня у нас день потребительской активности, данных по роничным продажам. Сразу два релиза по двум регионам. Это по Англии и по Канаде. Фунт я в последнее время не лез и вам также не рекомендовал. Сегодня объясню почему. Что касается канадского доллара, то собственно ставка на снижение пары доллар-канадица остается в приоритете. Я жду скромной цели 1.23. Есть прогнозы от сети Goldman Sachs, которые серьезно ожидают, что пара просядет в районе отметки 1.20. Сроки, правда, но разнятся. Первый квартал и середина 2022 года. Ну план к 1.23 она более реалистична даже вот в ближайшие недели. Также помимо этого сегодня в 11.30 по московскому времени состоится выступление Кристин Лагард, которая возглавляет Европейский Центральный Банк. И как Лагард влияет сейчас на евро, мы могли убедиться на этой неделе. Несколько локальных ударов, которые были нанесены по главному валютному риску в течение первых четырех торговых сессий этой недели, были как раз обусловлены комментариями Лагард относительно перспектив европейской монетарной политики. И каждый раз, когда она возвращается к теме сроков повышения процентной ставки и делает акцент на то, что ЕЦБ даже не думает сейчас повысить ставку, это оказывает серьезное негативное воздействие на курс евро. Поэтому, надеюсь, вы понимаете, к чему я уклоню. Сегодня по факту ее выступления оно будет раздвоенным в 11.30 и поздним вечером. В общем, я ожидаю. Либо после, опять же, ее речи на европейской сессии возобновления продаж главного валютного риска, либо уже под закрытие торгов. Сейчас курс пар евро-доллар 1.1353. На протяжении всей недели с многими нашими партнерами в совместных аналитических брифингах, выпусках я допускал, что локальный евро может восстановиться, однако потенциал снижения все еще сохраняется хотя бы потому, что мы смотрим на рыночное позиционирование. И большинство участников рынка по-прежнему делают ставку на то, что евро уже сейчас обязан восстановиться. Ну, как правило, когда все уверены в таком исходе, рынок движется в другую сторону. Поэтому, чтобы уже закрыть вопрос с перспективами пары евро-доллар, я все еще склонен полагать, что поддержку 1.12 мы реально можем увидеть. Также не забывайте, друзья, то, что довольно негативным фоном для всей еврозоны остается ситуация с ковидом, где во многих регионах вводится повторное ограничение меры социального дистанцирования, ну, по крайней мере, для тех, у кого нет ковидных паспортов. И я думаю, что это тенденция, которая будет набирать обороты дальше. И, соответственно, через квартал, может быть, чуть больше. Это вообще станет уже должным и нормальностью, опять же, в текущих условиях, когда эпидемия коронавируса не отступает. И периодически в разных регионах появляются новые вспышки. Конечно же, все это будет омрачать перспективы экономики еврозоны. Но здесь заранее стоит отметить то, что наличие таких рисков – это, по сути, то, что может помочь той же самой Кристине Лагарта объяснить, почему Европейский Центральный Банк отнюдь не проактивную позицию сейчас занимает, а придерживается какого-то статуса. Кво предпочитает бездействовать, сохранять мягкую экономическую политику в том формате, в котором она была ранее. В то время как буквально по всем регионам мы уже держим руку на пульсе с всеми участниками рынка и трейдерами и ждем, когда же ставка будет официально повышена. Мы это увидим в экономических календарях. Еврозона совсем другое сейчас. И, может быть, валютный блок будет последним регионом, где политика с мягкой сменится на жесткую. Ну и, конечно же, на контрасте, если сравнивать, опять же, евро и американский доллар, может оказаться такая ситуация, что евро априори будет в числе проигравших из-за отставания, опять же, регулятора по действиям, которые предполагают смену и корректировку монетарного курса. В общем, 1.12 пока в приоритете в качестве цели. Британская валюта, как я уже отметил, лучше пока в этот инструмент не лезьте. Да, с одной стороны, хорошая статистика. Всю неделю мы ее разбирали. Рынок труда, данные по инфляции, последний рост 4,2%, максимум с 2011 года. И, ну, если не на этом, так на чем еще можно выстроить, может выстроиться жесткая позиция британского регулятора? И, честно говоря, уже, пожалуй, можно чуть ли не со стопроцентной вероятностью говорить, что в декабре Банк Англии пойдет на шаг, который связан с повышением процентной ставки, и хотя бы на 0,15% ставку поднимут. Но есть, друзья, очень серьезный негативный момент, который может реализоваться. Это возможное инициирование 16 статьи протокола Северной Ирландии. Это все вопросы рыболовства, торговых отношений с Европейским Союзом. И если Англия начнет показывать характер, то еврозона тоже может ответить. И, соответственно, это приведет к развалу тех торговых отношений, которые выстраивались в последние месяцы, и снова отбросить нас назад, как участников рынка и инвесторов, долгое время обсуждающих перспективы сделки Брекзита, мягкого Брекзита. То есть это, наверное, главный форс-мажор, который может случиться. И я думаю, что еще недели, две, друзья, как раз до декабря у нас будет время, чтобы разобраться в том, как будут дальше выстраиваться отношения, будет ли задействована эта статья. И если риск минует, то тогда мы примкнем к другим трейдерам, которые просто настраиваются на ожиданиях повышения процентной ставки и, соответственно, покупают британскую валюту. Американский фондовый рынок очередной исторический максимум уже 67-й раз подряд. СНП обновляет хай в этом году 4717 пунктов. Сезон квартальных отчетов, можно сказать, уже завершен. И результаты оказались невероятно хорошими. То есть это данные, конечно же, третьего квартала. В четвертом ситуации может измениться, хотя мы и про третий квартал говорили, что, скорее всего, не будет хорошим. Ожидали пересмотра в худшую сторону показателей экономической деятельности всего корпоративного сектора. Потому что было логично предположить, что срывы цепочек поставок повлияют негативным образом на прибыли компании, а инфляция отразится плохо на потребительской активности. Но это были лишь опасения, которые не подтвердились. Потому что сезон отчетов показывает нам, что корпоративный сектор чувствует себя довольно-таки неплохо. На этом фондовый рынок продолжает расти и все выше и выше подбирается, все ближе подбирается к той цели, к которой мы ранее поставили. 5 тысяч пунктов она по-прежнему актуальна. Доллар канадец 1,26 в моменте. Соответственно, ждем снижения пары, потому что роничные продажи сегодня могут поддержать позиции канадского доллара. Ранее вышел отчет по потребительской активности. Роничные продажи тоже демонстрация именно того, насколько сейчас внушительен вклад потребительского сектора в темпы экономического роста. Сильный отчет, еще один аргумент в пользу повышения процентной ставки в Канаде после того, как Банк Канады ранее полностью завершил программу количественного смягчения. И на этом фоне, конечно же, я лично не очень хочу вставить на то, что канадский доллар рассядет. Если бы сейчас рынок нефти восстановился, друзья, мы точно бы видели по паре доллар-канадец уровень уже пониже. Ну и рынок нефти растем понемногу. С поддержки в 80 мы восстановились, с текущей котировки в 80-83. Главный риск, который продолжает мусолиться на рынке, это возможность скоординированного вывода ключевыми потребителями нефти своих стратегических запасов на рынок, что увеличит предложение и, соответственно, сместит перекос, сделает перекос в сторону избыточного предложения, негативный фактор. И по данным рейтерс, ну действительно, да, администрация США обсуждает с властями и Китая, и Индии, и Японии, Южной Кореи совместные продажи на внутренних рынках стратегических запасов. Но я уже много раз говорил, что вряд ли эта мера окажет серьезное воздействие на рынок нефти, потому что растущий спрос и дефицит предложения возьмут вверх. Во-вторых, ОПЕК в любой момент, а точнее в декабре, если такое решение по продаже стратегических резервов будет принято, могут сообщить о том, что они дополнительно снижают уровень нефтедобычи, поскольку опасаются за перспективу мирового экономического роста и за новых вспышек ковида. И, соответственно, снижение добычи с их стороны компенсирует вывод на рынок стратегических запасов ключевых потребителей. И ОПЕК, опять же, останутся на коне, потому что смогут и дальше проводить ту политику, которая будет поддерживать цены на нефть на высоких значениях. Ну и правильно отметили еще эксперты Goldman Sachs, что снижение бренда до 80 долларов за баррель – это уже было тем фактом, что рынок учел в цены любые продажи стратегических резервов, даже если это решение будет принято. Поэтому теперь, скорее всего, друзья, будем расти. На этом, собственно, все. Большое спасибо за внимание. Хорошей вам торговой сессии. И, конечно же, хороших выходных. Всем пока.